Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. 21 век считается веком аллергии. Как же помочь себе облегчить состояние человека, который страдает бронхиальной астмой либо любыми аллергическими заболеваниями? Как вы знаете, загрязнение воздуха это тихий убийца. Если посмотреть по Всемирной организации здравоохранения, то каждый год около 7 миллионов человек умирает в результате воздействия загрязненного воздуха как внутри, так и снаружи помещений. Естественно, загрязнение воздуха является одним из ведущих экологических рисков для здоровья и уменьшая уровень загрязнения воздуха страны, могут они уменьшить показатели инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний, рака легких, также хронических и острых респираторных заболеваний. Также чистый воздух для поддержания здоровья по расчетным показателям по регионам ВОЗ. Вы видите на данном слайде определенный регион, в случае как смертность показывается, самая высокая смертность это в регионе Юго-Восточной Азии, более 2 миллионов людей. И самое низкое это свыше 300 тысяч человек случаев в американском регионе. На данном слайде вы видите именно болезни системы органов кровообращения, болезни органов дыхания с 2015 года по 2019 год. И вы видите, как возросло именно количество. Если в 2015 году возьмем именно болезни органов дыхания. В 2015 году составило 3863 случая, то в 2019 году этот показатель показывает 4303 случая. И в Казахстане около 16 тысяч смертей в год связаны с заболеваниями, именно вызванные загрязнением воздуха. Это представитель программы развития ООН в Казахстане, Яков Переш, такую статистику дает. На данном слайде вы видите, что рейтинг стран по именно качеству воздуха за 2020 год. Казахстан у нас стоит на 32 месте, к сожалению. И если именно затронуть, чем же опасен загрязняющий воздух, то это мелкодисперсные частицы PM10 и PM2,5. Это получается частицы того или иного вещества диаметром от 10 мкм и меньше, PM2,5. Это частицы, которые меньше 2,5 мкм и менее. В целом PM2,5 можно описать как тонкодисперсные частицы. И для сравнения толщина человеческого волоса составляет около 100 мкм. Таким образом на сечение волоса можно расположить примерно 40 тонкодисперсных частиц. На данном слайде вы видите, что попадают внешние тонкодисперсные частицы с потоком воздуха и далее уже по дыхательной системе оседают именно в альвеолах. Чем же мы дышим? Обратите внимание, это диоксид серы, диоксид азота, это фенол, формальдегиды. Это наш город Алмата. Если сделать снимок именно с гор, то вот так вот выглядит наш замечательный город. То есть он полностью загазован. Мы и наши дети дышим вот таким воздухом, который может привести к последствиям именно обострения бронхиальной астмы, либо появлению именно аллергических заболеваний. Если человек, к примеру, не был аллергиком, но каждый год возрастает именно число аллергических заболеваний. Связано именно с экологией нашей страны. Но у компании Цептер есть решение. Это воздухоочиститель. Чистый воздух в вашем доме. Для начала я бы хотела вам рассказать, что же такое отрицательные ионы. Почему именно отрицательные ионы так благотворно влияют на наш организм? Невидимые молекулы, которые были заряжены электричеством, их можно обнаружить в больших количествах в воздухе в определенных средах. При вдыхании они вызывают биохимическую реакцию в кровотоке. И это объясняет, почему люди чувствуют в этих местах волну расслаблений или даже эйфории. Воздух, циркулирующий вблизи водопадов, в горах или на пляже, заряжается десятками тысяч этих отрицательных ионок. В то время в помещениях таких, как дом, офис, меньше, а в некоторых случаях их нет вообще. Как же воздействуют отрицатели ионы? Они снижают симптомы депрессии, улучшают психическое здоровье некоторых людей, антимикробная активность, повышают энергию и когнитивные способности у некоторых людей. И Пирс Джордж Говард, доктор философии, автор руководства для владельцев мозга, писал, что ежедневные приложения из исследования мозга, директор по исследованиям Центра прикладных когнитивных наук в Шарлотте, штат Северная Каролина, считает, что увеличение количества отрицательных ионов может помочь человеку лучше функционировать в среде, где он проводит больше всего времени. В целом, отрицательные ионы увеличивают приток кислорода в мозг, в результате чего повышается бдительность, уменьшается сонливость и появляется больше психической энергии. На данном слайде вы видите многочисленные электрометрические наблюдения, показатели, что в одном кубическом сантиметре воздуха, это дикий лес, либо естественный водопад, выделяется около 10 тысяч отрицательных ионов, горы, морское побережье 5 тысяч, и городская территория совсем мало, 40-50 ионов на кубических сантиметрах, и закрытые помещения всего лишь 25 отрицательных ионов вырабатывают. Почему я делаю именно акцент на отрицательных ионах? Потому что воздухоочиститель, терапия AIR-ион, это пятиступенчатая фильтрация и плюс генератор отрицательных ионов. Это как аэровитамины воздуха. Очищенный воздух, получается, он высвобождается обратно в окружающую среду, проходя через все вот эти 5 фильтров. Подробно я вам расскажу, остановлюсь на каждом фильтре. То есть загрязняющий воздух – это озон, запахи, плесень, табачный дым, аллергены домашних животных, вирусы, бактерии, которые могут усокупить астматиков, аллергиков. Терапия AIR-ион – это лучший воздухоочиститель именно по версии исследования независимого немецкого портала Expert Intestine. И в 2020 году Терапия AIR прошел именно результаты лаборатории, клинически доказанные исследования в лаборатории ГУИ-ЛАП, которая находится в Германии, что Терапия AIR именно убивает SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Это считается лучшим воздухоочистителем во всем мире по клинически доказанным исследованиям. В чем же его такая уникальность? В чем он лучше всех очистителей воздуха? Тем, что в системе идет 5 фильтров. Первый фильтр – это самый первый, вы видите на слайде, это предварительный электростатический фильтр. Он собирает самые крупные частицы пыли. Это могут быть волосы, перхоть, шерсть домашних животных. За ним у нас следует антибактериальный фильтр. Он собирает уже оставшиеся более мелкие частицы бактерий величиной более 1 микрометра в пыльцу. И защищает, конечно же, следующее за ним – хепофильтр. Хепофильтр – это считается как сердце, терапиэйреон. Именно он собирает, получается, самые мелкие частицы пыли, табачного дыма и антибактериальный тиабиндозол. Обезвреживает бактерии, споры, плесни, уничтожает именно возбудители инфекции. А тиабиндозол – это вид органического антибактериального материала. Обратите внимание на этот фильтр. Это противоаллергенный фильтр. Хепофильтр тонкой очистки. Он содержит смесь серебра, апатита и антибактериального средства, особенно эффективного в борьбе с легионелами. И внутри фильтр пропитан экстратом растений гингобелоба для уничтожения возбудителя аллергии, вируса, гриппа и бактерий. Гингобелоба – это самое древнее на Земле растение. Он обладает особыми лечебными свойствами, которые используются при лечении астмы, бронхита, болезни легких, а также для улучшения циркуляции крови. И следующий фильтр – это угольный фильтр дезодорирующий. Благодаря особым свойствам он эффективно поглощает все неприятные запахи, токсичные газы, любые неприятные запахи. Воздух, получается, прошедший через непроходимый для загрязняющих веществ барьер становится полностью очищенным. Затем он направляется в модуль, в котором размещен как раз-таки генератор отрицательных ионов. И там он дополнительно обогащается отрицательными ионами, которые продолжают бороться со всеми загрязняющими воздух частицами, положительными ионами, которые выделяются домашними электростатическими приборами и другими предметами. Так выглядит Терапи Эйр – стильно, красиво. Его также можно повесить на стену и также можно положить возле вас, когда вы отдыхаете после тяжелого рабочего дня и наслаждаетесь аэровитаминами воздуха. Наглядный пример – это месяц использования в квартире, где вы каждый день проводите уборку, протираете пыль. У кого-то работает робот-пылесос, не напрягаясь. Это первый фильтр, всего лишь месяц использовали. И вот чем мы дышим в нашем же собственном доме. Насколько загрязнен воздух. Потому что сейчас уже жарко, начинаем открывать окна и, естественно, загрязняем воздух еще больше. Также Терапи Эйр – он выпускается у нас в двух моделях. Это белый, как вы видели на предыдущем, и в черном варианте с наборами фильтра. Чистый воздух в вашем доме. И здесь обратите, пожалуйста, внимание на индикатор. То есть в первом случае индикатор у нас горит синим цветом. Это говорит о том, что воздух в комнате полностью очищен, и вы дышите свежим чистым воздухом. Во втором случае индикатор у нас горит красным цветом. Значит, воздух загрязнен. И нужно срочно очистить воздух. И максимальная производительность очистки – 328 на кубический метр на час. Гарантия – это 5 лет производства Швейцария. Следующий – это также новый очиститель воздуха. Он уникален именно тем, что удаляет, получается, 99 сотых вредных частиц, патогенов, токсичных газов. И очиститель воздуха, терапия AirSmart, содержит именно трехступенчатый фильтр, 360 градусов, состоящий из фильтра предварительной очистки, хепофильтра H13 и фильтра с активированным углем. Второй – это генератор также отрицательных ионов. И третий – это ультрафиолетовый свет. То есть, как работает терапия AirSmart? Фильтр 360 градусов, он удаляет бактерии, вирусы, патогены, пыль, аллергены, плесень, запахи, другие мелкие частицы. Использует именно коротковолновой ультрафиолетовый свет, который является именно наиболее эффективным бактерицидным светом, поскольку полностью устраняет все химические и биологические загрязнители. Свет именно длиной волны 315 нанометров, ультрафиолетовый цвет, он именно расщепляет ДНК и РНК вирусов, и других микроорганизмов предотвращает их размножение. Генерирует 5 миллионов ионов на 1 кубический сантиметр, что предотвращает любое внутреннее пространство в оазис чистого и здорового воздуха. Наличие отрицательных ионов в помещении способствует именно расслаблению разума и тела, ускоряет восстановление после физических нагрузок, позволяет нам чувствовать себя отдохнувшими и бодрыми. В терапии AirSmart он производит чистый воздух со скоростью 364 кубических метров 1 час. А здесь вы видите все функции, так же как и ультрафиолет, индикатор замены фильтра, световой датчик, ночной режим и функции блокировки от детей. HEPA-фильтр, более подробно остановлюсь, что это уникальная трехступенчатая система, состоящая из предварительного фильтра с наночастицами серебра. HEPA-фильтр именно класса H13. И фильтр с активированным углем позволяет полностью очистить вдыхаемый воздух от различных бактерий, вирусов, аллергенов и других патогенных частиц. Так видят HEPA-фильтр изнутри, фильтр с активированным углем и предварительный фильтр с наночастицами серебра. Предварительный фильтр собирает крупные частицы, такие как пыль, плесень. Фильтр с активированным углем содержит 400 грамм древесного угля из скорлупы кокосового ореха, обладающего именно высокой микропористой структурой. Он эффективно поглощает запахи пищи, сигарет, также все токсичные газы. А HEPA-фильтр класса H13 благодаря теабиндозолу в составе органического антибактериального соединения фильтр улавливает 99% частиц размером 0,3 микрон, включая вирусы и бактерии. Также прибор Therapy AirSmart оснащен мощной дезинфицирующей ультрафиолетовой лампой для инактивации переносимых по воздуху патогенов, обеспечивая уникальный непроницаемый барьер. Использует коротковолновой ультрафиолетовый свет от длиной волны 265 и 315 нанометров, который расщепляет именно РНК и ДНК вирусов. Также это последнее новшество, портативный очиститель воздуха, который вы видите на мне, это MyION Z-Pro. Это инновационный запатентованный персональный очиститель воздуха, который вы можете носить с собой в любое время и в любом месте. Устройство генерирует, на данном слайде это MyION, он генерирует 18 миллионов отрицательных ионов, а портативный очиститель Z-Pro генерирует 20 тысяч отрицательных ионов. Это сверхлегкие, компактные устройства, которые создают именно безопасную среду в любом помещении, где бы вы ни находились. И в радиусе полтора метра он очищает полностью воздух, которым вы дышите, блокирует все вирусы, аллергены, бактерии. Дышите чистым воздухом, куда бы вы ни пошли вместе с портативным очистителем воздуха. Это компактные легкие, он всего весит 25 грамм, что позволяет носить его с собой куда угодно. Современный и гладкий дизайн его делает уникальным аксессуаром, который одновременно и практичен, и высокоэффективен. Мощный и тихий, имеет 10-часовой срок службы батареи для защиты в течение всего дня. И устройство перезаряжается с помощью кабельного microUSB и время зарядки составляет около двух часов. Экономично он не требует технического обслуживания или замены фильтра. Простота в использовании с помощью всего одной кнопки включения и выключения. И воздействие именно отрицательных ионов, также известно как витамины воздуха, дает нам то особое чувство, которое мы испытываем, когда находимся на пляже, возле водопада или же в горах, когда мы дышим свежим и чистым воздухом. Живите лучше, живите дольше с новыми технологиями от компании Цептер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова